Вот раннее утро кошечек спрятали, а там малыши уже появились. И вот я со стороны тут смотрю, голуби начинают голову показывать. Сейчас будут вылетать. Это самочка, голубка, показала. Клюет, главное, оттуда голова одна, и клюет я им семечки для того, чтобы вымануть их, а потом обратно замануть. И семечки все время подсыпаю, подсыпаю. Потому что она закрыла проход, а там где вода, и сверху конструкция такая, чтобы там помет не попадал. И она на нем стоит. А ему там негде поместиться, она должна вылететь. Вот так и есть. Вот она где. Люди нападают иногда, а вы их режете. Так это птица, для того она и есть, это Господь дал. Их тысячами, сотнями тысячами резали в Израиле, и весь народ видел, ничего не было. Сейчас лицемеры. По 10 абортов сделают, а голубя режут. Это мой голубь, я его воспитал. Много их в зиму пускать. Их там, допустим, две сотни, а прокормить могу только 20. Ну и что дальше делать-то? Советы дай. Почему не стара, не удивляйте, что кури сколят, гусей. Нас держала Люба сколько, всех порубила. 30 штук. Лицемерие такое, везде ложь непрерывная. Увидели, что я голубей колю. Я ничего не скрываю, показываю. Бог дал человеку эту власть. Мои голуби, я их кормлю. Вот она. Так вот, вы говорите, они хорошие, а сами закололи. Ну и что, что заколол? Так, она не хочет вылетать. Слушай, ты почему на улицу не летишь? Ну-ка, давай поближе, я тебя рассмотрю. Давай-ка. Давай, посмотрим, какие у тебя там малыши. А он сел туда, вон, в чем дело-то. Вон они к нему и кормить будут их. Вчера были безглазые, сегодня им глаза открыл Господь. Ишь, он просит его поесть, клюв свой подсовывает. И он переваренную пищу, полупереваренную птичье молоко. Он дает ему клюв. И вот они ищут его нос. Так Господь сделал. Изо рта в рот. Ищут его. То есть, он меня боится и не дает ему в рот. Он попытку за попыткой делает. А она, вот она здесь села, это второй этаж, спряталась. И отошел, пускай. Тут вешаем тюль. Из-за тюлью видно, там Володя щебарничает на кухне. А тюль висит. И чтобы ее не сдуло, внизу пришиты вот две деревяшки. Вон она, видать их как. Вот маленький такой ящик. Ну, какой его размер-то, я даже могу сказать. Вот это двухэтажное у нас. Так, раз, два, три. Ну, сантиметров семьдесят. Вот два ящика таких картонных. Все это пришито, деревяшки, чтобы не согнулось. А тут решетка. Вот ночью здесь спят у меня кошки двое, чтобы они не открывали тут вход. Подпол там сильно дует. А это сейчас выйдет она, я ее не трогаю. Она особые породы, дубоносики зову. Все на этом пока. Сегодня воскресенье. Надо готовиться идти. Переодеваться в праздничное. Делать мне вообще не знаю что. То есть мужчина должен обломать женщину сто процентов. Превратить ее в настоящую женщину. Смыть с нее всю эту порнографическую, эту всю краску, которая на нее нанесена совместивализация. Не сможет, пусть не женится, пусть монах идет. Потому что иначе баба им будет командовать. Тоже. Тоже. Тоже не должен отдыхать мужчина один. Что такое один мужчина, понимаете? Нехорошо это. Пока все мужчины поймут, что нельзя женщинам отдыхать одним. Они будут отдыхать пускать, а ты будешь отдыхать возле них. Они все сумасшедшие. Нехорошо это. Это распад нормальной жизни. Нехорошо это. На одном этаже, в одной комнате два мужика, в другой две женщины, я вас уверяю, на прощание, в последний вечер, они попьют шампанского. Ну, я же слышал эти истории тысячу раз уже. А попробовать, а интересно. Господи помилуй, ах, прости. А второй раз тоже не грех. И так далее. Это же постоянно повторяющиеся вещи. Нельзя пускать женщин отдельно отдыхать от себя. Это может поступать только так, человек, который не любит жену. Не любит, не бережет ее. Или сам придумал себе отдельный опыт. Зачем их в терьме держали всю жизнь? Зачем не паранжу носят на западном, на востоке? Зачем? Это же прекрасная вещь, паранжа, между прочим. Вот спорьте, не спорьте, прекрасная вещь. Как по мне, прекрасная вещь. Потому что женщина мужчину видит, а у нее нет. Ему воспалиться похвель невозможно. Страшно. Все черное. Она смотрит на него. Она имеет право на нее смотреть? Вот это самое, как я же рассказывал про Исаака Сирина. Про Ефрема Сирина. Что он шел в город. Женщина смотрит на него в упор на него, лицо в лицо. Говорит, что ты смотришь на него так нагло? В упор. Она говорит, я жена от мужа взята. На мужа смотрю. А ты муж. От земли взят. В землю смотри. То есть, женщина, это, представляете, какая мудрость? Женщина имеет право смотреть на мужчину в упор. Она от него взята, она его хочет. На самом деле, женщина, я вам тайну открою. Женщина мужа хочет больше, чем муж у женщины. Голубям песок с солью дал сегодня 17 февраля 2019 года. Это утром кошек запирать приходится. И вот в две посудины дал песок, мелко истертая кожура скорлупа. Она опять готовится, уже садится. Им это нужно. Ранее утро. Сейчас уже не ранее, 6 часов 12 минут. По нашему утру сегодня воскресенье. Я туда семящик насыпал, чтобы приучить к песку. Вот они песок едят. Им нравится это. Ну, говорят, опрокинули. Опрокинули, наступило на него. Песок просыпался. Я так и думал, что это будет. Она слабая, а там не опрокинут. Сейчас. Сегодня уже 13 февраля. Они уже тут привыкли. Тазик вытаскиваю утром. Налил воды побольше, чтобы доставали пить. И будут они купаться. Кошек, скорее, спрятал. Рядом насыпал семечек, чтобы они слетели сюда, а не слетели. Крутошка на счёт. Крутошка на счета. Крутошка на счёт. Сержка на счёт. летать-то негде вот они утром а целом это она я им там же внутри вот втором этаже вот здесь вот вот как где отверстие видно сделал второе гнездо я не вот-вот будут уже навесила сносить яйца а там уже подрастает эти слепыши уже четвертый день на глаза открыты но совершенно голенькие лежат лишь он уже гоголем ходит она сама его целует подходит вот так наблюдать но никак там наверху то голуби голубят не спят а в доме вот он и справился за ними много надо убирать но бумага масла нах вот они сходили сейчас уберу ножом это вот сходили но еще а зато радости сколько как воркует они утром мне некогда с вами друзья мои я занимаюсь своим делом компьютер сегодня чудо у меня было незримый разговор с ангелом произошел с ангелом первый раз такое то есть я сказал ангел я понял намек твой а там на кухню за этой тюлевой ширмой брат владимир накормил нас всех тут включил его ну счет отключать теперь уже они бросили кормить сейчас кормили там у на я видел пока включил уже и не кормит ну ладно не желе он ее топтать будет а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только глаза открылись дня 4 назад, которые слепыши, он уже по-новому гнездо готовит. Вот что чудо какое! Продолжение следует... 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 посажу давать иногда у него нога от него дальше вот он какой-то я поставлю ладонь поставлю как поперёк ладони вот он на ширину ладони с гузном вместе гузной это нижняя часть хвоста так теперь надо мне там выбрать что-то у них помет вот они рядом около меня надо сантиметров 30 уху-ху ребята куда же я их теперь голубят этих выращивайте давайте вот они сидят слепыши все уже видит и они уже ну кормят их и всего дальше еще этот рядом вот он сидит на расстоянии 20 сантиметров ждет своей добычи